МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Большая сторона. Территория тайн». Оборотная сторона. В этом выпуске малоизвестные факты и забытые подробности жизни людей, изменивших ход истории. Смотрите сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр-освободитель. Какова цена народного недовольства? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прорицатели Сибири. Чем запомнился Григорий Распутин землякам? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его университеты. Михаил Калинин. Путь от слуги к вершинам власти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы говорим о людях, повлиявших не только на судьбу своей страны, но и оставивших след в мировой истории. Одни заслужили славу и память поколений, героизмом, другие жестокостью. Но все они бесспорно, герои своего периода. Также о событиях, о любом происшествии всегда нужно говорить в контексте времени. Когда оно произошло, что стало причиной и могли ли быть другие последствия. А начнем мы нашу программу с одного преступления. Освободитель. Так называли Александра Второго. Он избавил от крепостной зависимости крестьян. Купцы, интеллигенции и простые горожане были благодарны императору за создание независимого суда, установление местного самоуправления, продвижение либерализма. Но в то же время Александр Вешатель, по мнению радикальных революционеров. Они в конечном итоге и решили его судьбу. По местам преступления нас проведет Наталья Липская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Второй был одним из самых любимых народом правителей России. Ни один царь не удостоился такого числа памятников, сооруженных не просто по воле власти, а на народные деньги. Правда, один монумент, вот этот бюст на набережной реке Фонтанки, просуществовал менее 40 лет. По решению советской власти бюст убрали. Есть версия о том, что его просто выбросили в реку. Так же, как этот постамент остался без своей скульптуры, так и российский трон в 1881 году остался без своего государя. Первое покушение на жизнь императора Александра Второго состоялось 4 апреля 1866 года. Царь прогуливался со своими племянниками по летнему саду. Вышел из ворот, чтобы сесть в карету. Рядом находилась толпа зевак, которые очень хотели увидеть государя. В толпу затестался и Дмитрий Каракозов, вошедший в историю как первый русский революционер-террорист. Каракозов стрелял почти в упор, но в этот момент рядом оказался шапочный делмастер Осип Комиссаров, который инстинктивно ударил Каракозова по руке. На эту тему в западной прессе даже сложили анекдот. А вы слышали, что стреляли в русского царя? Да. А кто в него стрелял? Дворянин. А кто его остановил? Крестьянин. И как же наградили его? Сделали дворянином. Из летнего сада мы направляемся к Троицкому мосту. Это не случайно. Переправу возводили по проекту французских архитекторов. В декоративных элементах угадывается парижская мода тех времен. А ведь именно во Франции произошло второе покушение на Александра II. Когда император ехал под Булонскому лесу вместе с Наполеоном III, из толпы зевак выделился один человек, поляк Антон Березовский. Он уже поднял руку, чтобы стрелять в императора. И в это время офицер из охраны Наполеона III заметил и оттолкнул руку Березовского. Пули попали в лошадь. Есть легенда, что после этого случая в Париже император отправился к гадалке, которая напророчила, что шесть раз жизнь царя будет на волоске, а в седьмой раз его настигнет смерть. По предсказанию гадалки, знаком верной гибели станут красные сапоги и светловолосая женщина с белым платком. С Троицкого моста открывается вид на Зимний дворец. Именно перед ним свершилось третье покушение. Времени прошло немало – 12 лет. В то время Александр II уже потерял бдительность и мог спокойно прогуливаться без своей охраны по главной площади столицы. Этим и воспользовался террорист Соловьев. Прилично одетый молодой человек увидел, что император идет от здания главного штаба и начал приближаться к нему. Подойдя на расстояние 15 шагов, Соловьев достал пистолет и два раза выстрелил в упор Александр II. Уже немолодой человек, ему был 61 год, начал зигзагами убегать по Дворцовой площади в сторону Певческого моста. В этот же момент Соловьева настиг штабс-капитан жандармов и ударил террориста шашкой по спине. Но это не остановило Соловьева. Он выстрелил еще четвертый и пятый раз. Есть мнение, что Соловьев или вообще не пользовался оружием до этого, или просто плохо им владел. Да к тому же и пистолет под названием «Бегемот» имел очень сильную отдачу. И во время каждого выстрела руки буквально взмывало вверх, и пули летели мимо цели. Несмотря на полную неудачу, именно с этого момента начинается настоящая охота на царя. И если раньше все покушения организовывали террористы-одиночки, то теперь за дело взялась организация «Народная воля» во главе Софьи Перовской. Четвертое покушение террористы твердо решили устроить на железной дороге. И им для этого потребовались уже не пистолеты, а динамит. Правда, две первые попытки не увенчались успехом. Первая группа действовала недалеко от Одессы. Народоволец Михаил Фроленко устроился железнодорожным сторожем на станцию в 14 километрах от города. Фроленко заложил мину, но план подрыва провалился. Царский поезд изменил маршрут, проехав через Александровск. Тогда там обосновался другой народоволец Андрей Желябов. Представляясь купцом Черемисовым, он купил земельный участок неподалеку от железной дороги, чтобы якобы строить на нем кожевенный завод. Работая по ночам, Желябов просверлил дыру под железной дорогой и заложил туда мину. 18 ноября, когда вдалеке показался царский поезд, Желябов занял позицию. И когда состав поравнялся с ним, попытался привести мину в действие. Однако электрическая цепь была неисправна. Тогда народовольцы решили взорвать императорский поезд, возвращавшийся из Крыма. Обычно царь следовал двумя составами. В первом ехал багаж, а во втором сам император со своей семьей. Но в Харькове из-за поломки грузового поезда первым пустили состав Александра II. Его террористы и приняли за багажный, и пропустили. А взорвали уже грузовой состав. Никто из монаршей семьи не пострадал. О пятом покушении говорят, что оно самое известное. Ведь взрыв прогребил не где-либо, а в главной императорской резиденции – Зимнем дворце. Через знакомых Софья Перовская узнала, что в Зимнем идет ремонт подвалов, среди которых был и винный погреб. Он располагался прямо под царской столовой и был идеальным местом для бомбы. Реализацию плана поручили новому народовольцу-крестьянину Степану Халтурину. Взрыв назначили на 18.20. В это время император уже должен был находиться в столовой по случаю приезда своего родственника, принца Гесенского. Но поезд принца опоздал на полчаса и сдвинул время торжественного ужина. Поэтому взрыв застал императора Александра II около комнаты охраны. Очевидцы вспоминали, пол поднялся как под влиянием землетрясения. Газ в галерее погас, наступила полнейшая темнота, а в воздухе распространился невыносимый запах пороха и динамита. Никто из высоко поставленных особ не пострадал, но были убиты 10 человек из царской охраны и более 80 получили ранения. А сам Степан Халтурин спокойно ушел по миллионной улице, которая примыкает к дворцу. Кстати, долгое время эта транспортная артерия носила имя террориста. Шестое покушение и снова взрыв. На этот раз на Каменном мосту, по которому император регулярно проезжал, направляясь на Царскосельский, а ныне Витебский вокзал. Готовивший покушение Дрыжелябов изначально хотел взорвать себя вместе с мостом. Ну и вот говорили. Тогда на дно канала спустили 4 резиновых мешка с динамитом. Общим весом 7 пудов. Это больше 100 килограммов. А к плотам, на которых в то время все еще стирали белье, вывели провода. Рано утром 17 августа 1880 года двое заговорщиков, Желябов и Макар Тетерка, должны были встретиться у моста Ломоносова и направиться к Каменному. Тетерка подготовил картошку, чтобы мыть ее в канале для отвода глаз, а Желябов – гальваническую батарею, чтобы в нужный момент дать напряжение и взорвать мост. Но и на этот раз фортуна хранила императора. Тетерка, не имевший часов, просто-напросто проспал. Император в тот же день благополучно уехал в Крым. А динамит благополучно пролежал под водой целый год. Седьмое и восьмое покушения состоялись с разницей в несколько минут. Некоторые следователи даже объединяют их в одно. Вот они 7 раз, что предсказала гадалка. 2 декабря 1880 года купец Кобозев заплатил 1200 рублей и арендовал полуподвальное помещение на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы под сырную лавку. Она так вошла в историю под названием «сырная лавка Кобозевых». Однако Кобозевы были вовсе не Кобозевы. Под этой фамилией и видом супружеской щиты скрывались два террориста – Юрий Богданович и Анна Якимова. Малая Садовая считалась правительственной трассой. Поэтому именно эту улицу террористы решили заминировать. В подкопе участвовало несколько физически крепких мужчин, которые каждую ночь приходили к купеческой парадной, а утром благополучно расходились. Это и насторожило местных дворников. В лавку даже наведалась полиция и генерал инженерных войск. Но ничего, кроме пятен сырости, от свежевырытого грунта не нашли. Кобозев Богданович объяснил пятна от пролитой сметаны. Окончательно спас террористов кот. Ласковое животное приглянулось генералу, и он вместо дальнейшего обыска начал его гладить. Террористы стали форсировать события. День покушения был определён 1 марта 1881 года. Помимо основного взрыва и ответственных за детонацию в сырной лавке, по углам Малой Садовой улицы были поставлены ещё по двое заговорщиков, готовые атаковать кортеж императора в любой момент, если основной взрыв не достигнет цели. В 12 часов дня стало понятно, император по Малой Садовой не поедет. На улице сняли охрану. Кортеж ещё раз изменил маршрут и заехал в Михайловский дворец, нынешнее здание русского музея. Это позволило террористам перестроиться и занять позиции вдоль Екатерининского канала, ныне канала Грибоедова, потому что другого пути у кортежа просто не было. Террористы стояли и готовились кидать бомбы в карету императора. Они ждали условного сигнала, им стал взмах платка Перовской, который описала парижская гадалка. Кортеж выезжает на набережную. В этот момент Рысаков бросает бомбу в карету. Проехав ещё несколько метров, она останавливается. У неё была сильно повреждена задняя стенка, но вот сам император не пострадал. Вместо того, чтобы срочно покинуть место покушения, Александр II решил увидеть преступника. Он подошёл к схваченному Рысакову. В этот момент никем не замеченный Гриневицкий бросает под ноги императору вторую бомбу. Александра II отбрасывает взрывная волна. Из раздробленных ног течёт кровь. Император шепчет «Отвезите меня во дворец, там я хочу умереть». Было предсказано, что царь умрёт в красных сапогах. Никто не мог предположить, что имелось в виду кровь на ногах. 1 марта 1881 года в 15 часов 35 минут на флагштоке Зимнего дворца был спущен императорский штандарт. Оповестив население Петербурга о смерти Александра II. Сначала на месте гибели императора возвели часовню, а затем построили один из красивейших храмов мира. Спас на крови. По решению императора Александра III собор должен был располагаться прямо на месте убийства. А бомба разорвалась у набережной. Поэтому собор как бы немного выпирает вглубь канала. Для его возведения отказались от использования свай и впервые в истории применили бетонное основание по всему периметру здания. В соборе всё символично. Высота 81 метр – напоминание о годе убийства. Высота колокольли – 62 метра по числу прожитых государем лет. А в нише храма закреплены 20 гранитных досок с описанием важных исторических событий. Времен правления Александра II. Конец 19-го, начало 20-го века, наполненный драматическими событиями период. В это время на политической арене действуют такие фигуры, как Столыпин, Милюков, Керенский, Ленин. Но есть и не столь известные персоны. Однако их вклад в историю также значим. Об этом поговорим сегодня с нашим экспертом Александр Черёмин, историк на связи с нашей студией. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот имена, которые я перечислила, знает даже школьник любой. Наверняка, по крайней мере, хочется в это верить. Но ведь были ещё люди, ещё персонажи, которые не столь, возможно, на слуху широкой общественности, но так или иначе сыгравшие тоже определённую роль в истории нашей страны. Про кого мы, может быть, несправедливо забыли? Один из самых знаковых персонажей именно начала 20 века, и о котором сегодня мало говорят, это председатель Государственной Думы Гучков Александр Иванович. Ведь именно его заговор и та организация, которую он возглавлял, это Центральный военно-промышленный комитет, и привели к тому, что создался февраль 1917 года. Практически уже с 1912 года Гучков стал проводить политику по смещению императора Николая II в пользу цесаревича Алексея Николаевича. И здесь хотел бы сказать, что двигало Гучковым не политическая какая-то задача, а именно личные отношения. Мы видим, что иногда именно человеческий фактор приводит к тому, что сменяется полностью социальный строй. А что значит личные отношения? Неприязнь к императору? Их связывали даже, скажем так, первоначальные приятельские отношения, потому что Николаю II нравился вот этот деятельный человек, который практически выполнял очень много и сложных задач по разведке для Российской империи. Он у нас был и в Африке, и в Азии, и в Европе, и везде собирал очень ценную информацию, которую потом анализировали, и можно было проводить успешную геополитику России. Но случилось так, что Гучков в приватных беседах, сначала, а потом уже в средствах массовой информации, стал выдавать именно личную жизнь Николая II, связанную именно с его сыном, с его супругой. Стал везде рассказывать о том, какое идет от императрицы влияние на императора через Распутина, и что практически Распутин у нас сегодня руководит государством, и Алекс, но никак не Николай II. Конечно, Николай II не мог этого простить. Ну и в 1915 году, когда как раз практически уже многие заказы государственные стали переходить через Центральный военный промежкомитет именно на заводы, вот здесь возник очень неприятный такой момент. Сам Гучков он не воровал, но вот этот как раз военно-промежкомитет, он, к сожалению, даже половину выделенных государственных средств не оприходовал. Началась очень сильная коррупция. Далее, используя семейные связи, Гучков стал среди и уже генералов, а именно Алексеева, и в основном как раз готовить возможность привести к тому, что когда Николая II не будет в Петрограде, попробовать его как раз прижать, и это у них получилось. 2 марта 1917 года произошло как раз отречение Николая II, и именно отречение принимал Гучков. Гучкова называют в некоторых источниках заядлым дуэлянтом, авантюристом и героем-любовником. Это правда? Он был очень, конечно, высокомерный человек, и не прощал никому никакой обиды. Если мы видим, что он даже тягался с Николаем II, то, конечно, допустим, вызвать на дуэль графа Уварова или еще, допустим, он какой-нибудь полковник, для него это составляло даже удовольствие. Он был отличный стрелок, потому что он прошел несколько войн, даже был ранен на этих войнах. Он участвовал и в пекинском походе 1900 года, он участвовал и в войне в Южной Африке против англичан. Ну и хотел сказать еще о том, что все свои средства Гучков, зная ситуации, которая назревает в стране, потихонечку стал переводить за рубеж, и поэтому, в отличие от других абрикантов, миллионеров, он практически все сохранил, потому что ни одного промышленного предприятия у него уже в России не осталось. А у них был очень сильный бизнес, который включал даже и благосостояние семьи Третьяковых, а не только Гучковых. Он же и сам вовремя очень эмигрировал. Вовремя эмигрировал и как раз за границей развил активную деятельность. Но получилось так, что уже ОГПУ стало разбрасывать свои сети, в которые даже попала его родная дочь. И руководитель именно Союза Саблин уже также был практически через свою супругу заберевован ОГПУ. Но здесь хотелось сказать о том, что именно Гучков первоначально ставил у нас на Троцкого, как на диктатора. Я думаю, это будет лучший диктатор для России. Потом он стал бороться и с Гитлером. Он понимал, что Гитлер как раз готовит нападение на Советский Союз. И стал он именно личным врагом Гитлера. Вот это действительно авантюрный характер. Не переключайтесь, вернемся в студию через несколько минут. Порой достаточно одного взгляда, чтобы вспыхнула любовь. Но любовь и честь для русского офицера неотделимы друг от друга. Спасибо. Анджей! Джулия Орманд Анджей? И Олег Меньшиков В фильме Никита Михалкова «Сибирский цирюльник» Сегодня на общественном телевидении России Мы снова в студии программы «Большая страна. Территория тайн». Сегодня говорим о политиках начала 20 века. И с нами на связи историк Александр Черемин. Александр Александрович, продолжим наш с вами, как мне кажется, интереснейший разговор. Об Александре Гучкове мы уже поговорили. Кто еще действовал на политической арене в начале прошлого века? О ком еще стоит рассказать? Самая популярная фигура во втором, третьем, четвертом созыве Государственной Думы Российской империи был у нас Владимир Митрофанович Куришкевич. Он вел себя неадекватно. Он оскорблял любого, кто находился в зале. И выдвигал иногда очень интересные тезисы, которые, конечно, шокировали публику. И он специально ждал, когда его вынесут из зала заседаний. И когда его выносили, он торжественно выседал на плечах, выносящих его из зала. Но не только этим он запомнился в стенах Государственной Думы, но и тем, что он был создателем Союза Михаила Архангела. В 1908 году он создал организацию, которая именно превозгласила то, что будут они вести именно политику по недопущению в государственные органы иудеев и лиц с Кавказа. Практически провозглашалось величие православия и не давать возможность входить во властные структуры и на родство. Ну и поэтому вот эта его организация очень успешно как раз получала голоса избирателей. Поэтому, в отличие от Гучкова, который даже ранее, будучи председателем Государственной Думы, в 2011 году, в 2012 не смог избраться. И Союз Архангела, он работал только до 1914 года. С началом Великой войны или Первой мировой, Буришкевич понял, что не надо уже выступать против страны, надо заниматься для страны. И он на свои личные деньги создал санитарный поиск, который был признан лучшим в российской армии. И его политика любви к родине показывала, что на самом деле в тяжелую годину надо консолидировать. И опять же хотел сказать, что вот когда он еще состоял в одной из монархических организаций, у него были имени трения с другими монархистами, из-за того, что он говорил, что мы должны нести свои мысли через Государственную Думу, а не через какие-то, допустим, митинги, выступления, антигосударственные действия. И здесь мы опять видим, с одной стороны, он ведет себя неадекватно в стенах Государственной Думы, но с другой стороны, когда тяжелая ситуация в стране, он, конечно, сразу встает на сторону того, чтобы было примирение. Фамилия Пуришкевича связана с Распутиным. Вот как раз самое главное, почему знают о Пуришкевиче, ведь это он как раз и был организатором заговора против Распутина. Мы видим, что и Гучков ненавидел Распутина, но Гучкова в заговоре не было, а именно был Пуришкевич, который вместе с великим князем и с Сумароковым Эльстоном Перексом они как раз заманили Распутина в Юсуповский дворец. Там дали ему большую концентрацию яда в пирожные, которые Распутин как раз очень любил, но даже эта огромная доза не подействовала, и Распутин побежал уже из дома к реке. И на реке выстрел Пуришкевича и был убийственным для Григория Распутина. Ведь между тем Пуришкевич был еще и поэтом-лириком. Вот что самое интересное. У него выходили такие изумительные стихи, он их публиковал, они выходили огромными тиражами. И вот когда читаешь его стихи, мы видим, что лирический человек, у него нет никакой политики. Вот получается, как бы в одном человеке у нас уживалось двое, но это мы потом увидели. В Государственной Думе он всех обзывает чуть ли не матом, но когда приходит тяжелая ситуация, он наоборот, сама лояльность к государству, сама доброта к людям и прочее. Ну и так же, как и Гучков. С одной стороны авантюрист, с другой стороны выдающийся государственный деятель. Как бы сейчас сказали, возможно, одна какая-то сторона, та же авантюрная или скандальная, это имидж, который для чего-то нужен был этим людям. Они, конечно, были медийные личности, им хотелось привлечь внимание. И вот именно своим вот этим поведением, дуэлянством, различные вот эти вот их творческие позывы, участие в различных авантюрах, мероприятиях, конечно, это показывает, что это люди были очень сильны во всем. Вот и они сами себя создали, потому что на самом деле таких ярких личностей у нас было не так уж и много. Они оба были выдающиеся ораторы. И когда они выступали в Государственной Думе, тишина в зале, и все внимательно слушали то, что они предлагали. И это, конечно, говорит о том, что это были феноменальные достоинства людей, которых, к сожалению, сегодня нас так часто не упоминают, как других людей, личностей вот этого сложного периода в России с 1915 по 1918 год. Александр Александрович, спасибо вам огромное. Мало времени, поговорили бы еще, но так или иначе, спасибо вам большое за этот раз. Спасибо, всего хорошего, до свидания. До свидания. Григория Распутина нельзя официально назвать политическим деятелем. Однако, тобольскому крестьянину приписывают особую роль в истории династии Романовых, да и всей России. Возможно, это лишь один из многочисленных мифов о загадочном старце. Ведь знавшие его люди говорили, что Распутин к политике вовсе не стремился. Например, среди бумаг последнего министра внутренних дел Российской империи Александра Протопопова было найдено несколько писем Григория Ефимовича, в которых он хлопочет о чьих-то частных делах и ни одного документа о его влиянии на внешнюю и внутреннюю политику страны. Мы решили показать вам материал о другом Распутине, не связанном с царской семьей. Вместе с нашим корреспондентом Кариной Закирьяновой побываем на родной земле прорицателя из Сибири. Дунькин сад – одна из тех достопримечательностей Тюмени, которая не на слуху. Но знающие люди очень любят здесь прогуливаться. Отсюда открывается красивый вид на набережную и свято-троицкий мужской монастырь, в котором не раз останавливался Григорий Распутин. Изучением его биографии уже много лет занимается историк Ольга Коржень. Она же поведала нам, что Дунькин сад назван в честь Евдокии – знахарки, которая была известна во всей Западной Сибири. На берегу Туры стоял ее дом, тоже с цветущим садом, где она выращивала целебные травы. И несмотря на то, что к ней шли лечиться со всего города, известность она обрела после того, как 8 месяцев у нее жил Григорий Распутин. После совершения вот этой паломнической дороги первой своей до Верхотурья, пешком из села Покровска, в обратную дорогу он остановился в Свято-Троицком монастыре. И факт в его жизненной биографии этот был. А затем информация о нем вдруг исчезает, где он до Покровки не дошел. А оказывается, 8 месяцев он жил у этой Евдокии. Евдокия похоронила четырех мужей. Детей не было, у нее вот такая черная вдова, но обладала искусством врачевания, и поэтому знала многие лекарственные травы. И, возможно, эти знания она передала Григорию Распутину. Говорят, что цесаревич Алексей, сибирский старец, лечил заваренной корой дуба, которая обладает кровоостанавливающим свойством. Дальнейшая судьба Дуньки, к сожалению, неизвестна. Но гуляет такой миф. Якобы в Тюмени в начале 20 века с приходом советской власти она работала дворничихой. А вот судьба самого Григория Распутина известна всем. Но все равно споры об этой личности не утихают по сей день. И за ответами на некоторые вопросы люди со всей страны едут в село Покровское, родину Григория Ефимовича. 30 лет назад здесь открыл свои двери первый частный музей в стране, который посвящен Распутину. Раньше экскурсии проводили вот в этом доме. Когда-то на первом этаже в нем жили родители Григория Ефимовича Распутина. А вот дом, в котором жил сам старец, к сожалению, до наших дней не сохранился. Но основатели музея построили его точную копию. И теперь все экскурсии проходят здесь. После революции долгое время в доме Григория Ефимовича находилась школа. Но перед летней Олимпиадой в Москве было принято решение снести здание. Причем одновременно с домом купца Ипатьева в Екатеринбурге, где была убита царская семья. Чтобы зарубежные туристы не хлынули в Сибирь и на Урал изучать эти трагические страницы истории России. Пусть здание музея – это лишь копия, но часть предметов в нем подлинные. Часы марки Густав Беккер, многочисленные иконы, разбитое зеркало и даже наличники. По старым фотографиям видно, что после того, как добротные бревна дома растащили с помощью тракторов, эти резные элементы декора просто бросили на улицы. Народ сберег их, а после подарил основателям музея – Марине Смирновой и ее мужу. По крупицам супруги уже 30 лет собирают экспонаты и разные факты о Распутине. Так недавно удалось выяснить, что сын Григория Ефимовича Дмитрий и Сергей Есенин были сослуживцами. Вот они вместе на одном фото. Оказывается, сибирский старец сыграл не последнюю роль в жизни поэта. Возможно, предвидя будущий литературный успех. Перед отправкой на фронт единственного сына Распутин написал полковнику Ломану. Милый, дорогой, присылаю тебе двух парижков, будь отцом родным, обогрей, ребята славные. Особливай этот Белобрысовый, ей-богу, далеко пойдет. И вот вместо передовой полковник Ломан определил, значит, этого Белобрысова, как выразилось, в санитарный поезд импературское величество 143-й. Я просто, я не думаю, что это было вот, откуда уж такой литературный вкус у обычного мужика. Я просто, вот это вот параллель старец-отрок, он в нем увидел, ну вот он сам от Сахи, он в нем увидел красивого, согласитесь, красивого, талантливого человека. Не думаю, что он был способен понять с тем таланта, но он свой, рязанский вот этот паренек и вот этот старец из Сибири. Я думаю, что там вот эта параллель, она вот такая. Эта записка была обнаружена в архиве Александрского дворца искусствоведом Анатолием Кучумовым. Позже сын Распутина Дмитрий умрет в ссылке от дизентерии. Младшая дочь Анны в 1925 году скончается от Тифа. И только Матрена проживет долгую жизнь, эмигрировав в Париж с мужем. Но после смерти супруга она поедет дальше, в Америку, где станет укротительницей тигра в цирке и знаменитой дрессировщицей. На каждой афише тогда большими буквами писали «Гвоздь программы Мария Распутина». Ее внучка Лоран сейчас живет в Париже, а не так давно в музей позвонил потомок кавалерийского офицера Симона Пхакадзе и сказал, что его предок был женихом и сватался к дочке Распутина Матрёне. Но Григорий Ефимович и даже сама императрица не одобрили этот брак. Уж больно грузин был горячий ревнев. В итоге дочь послушается отца и выйдет замуж за другого, Бориса Соловьёва. Жениха ей, конечно, выбрал отец. Симона Пхакадзе расстреляют в 1938 году. Сегодня его потомки живут в Москве и Тбилиси, один из которых и поведал эту историю основателем музея. Говорит, как-то мои дети и внуки не очень интересуются, у меня вот есть документы, фотографии, я бы хотела в музей передать. Вот, очень приятно было, что и вот мы решили, что нужно статью написать. Тут как раз нас все время какая-нибудь новая находка подталкивает к написанию статьи. В музее среди экспонатов есть точно такой же нож, которым было нанесено ранение Григорию Распутину во время покушения 29 июня 2014 года в Покровском. Напала на старца Сызранская мещанка Хеония Гусева. После покушения Григорий Ефимович будет направлен в Тюмень. Среди той бригады, что оперировала старца, была Елизавета Алексеева-Попова. Это прабабушка тюменки Натальи Косполовой. По словам правнучки, Елизавета Борисовна в 1914 году закончила к Харьковске медицинские курсы, стала первой женщиной врачом в Тюмени. И если в начале своей медицинской карьеры она верила только официальной науке, то после встречи с Распутиным увлеклась народной медициной. Мы маленькие были, когда прабабушка была, и какие-то только были крохи, сведения. И просто было такое ощущение, что человек считывает эту информацию, и у него такой рассеянный при этом взгляд. Это гипнотические способности у человека. Она вначале негативно, по-моему, относилась к этому всему, потому что он ел руками, а это, кстати, хорошо. Потом он мог позволить какое-то такое и движение, и слова в отношении женщин, потому что он и женщин-то, в общем-то, и видел. Пока старец проходил лечение, его постоянно навещали посетители, а знатные тюменские дамы даже присаживались в реверансе. Они буквально боготворили царедворца. Местный фотограф снял и Григория фильм на кинематографическую ленту. Правда, след всего творения простыл. Вот столько шума в светской жизни Тюмени надеяло появление Распутина. Корпус той хирургической больницы не сохранился до наших дней. Сегодня это территория перинатального центра. И сюда водят туристов. Их ведут сюда, к этому памятнику, который изображает Григорий Ефимович Распутина со стулом. Вы спросите, при чем здесь стул? Все очень просто. Венский стул, который когда-то принадлежал Распутину, находится в музее в Покровском. По легенде, мужчине, который посидит на нем, он приносит удачу. И тогдашний глава Центрального права Тюмени, Валерий Иванович Борисов, на экскурсии настолько проникся этой легендой, что решил поставить вот такой памятник уже в центре Тюмени, чтобы привлекать туристов. На оригинальном стуле в Покровском сидел Сергей Собянин. И сразу после этого был назначен мэром Москвы. Присаживался сюда и Владислав Третьяк. Знаменитый вратарь тогда сказал, что делает это за всю сборную России по хоккею, которая на тот момент уже много лет не выигрывала чемпионат мира. И в 2008 году наша сборная феерично обыграла канадцев в Квебеке. Ну как тут не начнешь верить в силу этой легенды? Вообще стул принесла в музей Анна Михайловна Пролупщикова. Ее тетя, которой звали Лисаветы, подарил стол и два венских стула на свадьбу сам Григорий Ефимович. Почему он так сделал? Все просто. Невеста была дочерью его близкого друга Платона Пролупщикова. А девушке на момент свадьбы было 27 лет. В тем времена таких называли перестарком. Вот и получается, что Распутин хотел помочь дочери близкого друга устроить судьбу. А вот о личной жизни самого Григория Ефимовича ходили легенды. Но все это время он был женат. Правда, супругу с собой в Санкт-Петербург не брал. Он изначально ездил туда один, а потом забрал двух своих племянниц, которые помогали ему по хозяйству. А потом императрица устраивает его двух дочек в учебный пансион. И они живут вместе с ним. А вот супруга его, Прасковья, она приезжает к нему раз или два раза в год. И это тоже указано в воспоминаниях. То есть у них были очень теплые сердечные взаимоотношения. И она видела, каким образом он живет, что происходит, всецело доверяя мужу. Ну и надо представлять себе, что это патриархальный уклад жизни в сибирской деревне, в том числе во всем государстве. И кого-то на хозяйстве нужно было оставлять. Он не мог просто-напросто бросить этот дом. Связь с Покровским Распутин не терял. И когда отпускали дела в Санкт-Петербурге, обязательно возвращался в родное село. Его предки переселились в Покровское. Тогда это были монастырские земли в 1640 году. И по происхождению они коми-зыряне. И вот эта вот фамилия Распута появилась именно тогда. Она уже тот населенный пункт, который стоит как раз на дороге, на Сибирском тракте. И очень прибыльно было заниматься извозом. И именно там появляется вот это прозвище у предков Распутина «Распуты». То есть снять путы с лошади, которые в дальнюю дорогу отправляют. А так путы на ней всегда надеты. Вот происхождение фамилии Распутина. По сей день есть некая путаница и в датах рождения старца. Они сильно отличаются в разных источниках. Порой до нескольких лет. Но директору музея Марине Юрьевне удалось найти в Тюменских госархивах метрические книги Слободы Покровской. В которых есть запись, написанная рукой священника Николая Титова. Она гласит. 9 января 1869 года у крестьяна Слободы Покровской Лефима Яковлевича Распутина и его жены Анны Васильевны в вероисповедании православного родился сын Григорий. По словам Марины Юрьевны, силу на работу дает, как будто сам Григорий Ефимович, незримо присутствующий на родной земле. Причем энергию старца чувствует не только хранителям музея, но и посетителям. Мне один мужик сказал, я у вас седьмой раз. Я смотрю, говорю, вы что мне, как заезженную пластинку слушаете? А он так смотрит, он говорит, я не за знаниями. Я общую, говорю, зачем? Он говорит, а вот знаете, когда у меня как-то все плохо, вот хуже, хуже, вот в бизнесе, в семье как-то. Он говорит, я уже проверил. Я наливаю бензин, сажусь в машину, рано-рано утром уезжаю к вам сюда, два с половиной часа вас слушаю, еще тут на стул выпроситься посидеть, поговориться. Потом идет на берег, там кресты эти стоят, где гармогена там топили. Он говорит, я знаете, я от Покровки до Тюмени готов машину обгонять, у меня столько энергии из меня прямо. Вот я думаю, это место такое. Она не только сама пишет о старце, но и собирает труды со всего мира. Есть среди экземпляров и книга, написанная на фарси. Собирать все новые факты помогает и муж, профессиональный историк. А задача Марины Юрьевны интересно подать все гостям. Многие после посещения музея начинают изучать жизнь Распутина уже самостоятельно. Пожалуй, Григорий Распутин именно та историческая личность, споры о которой не утихнут еще долго. Но каким бы ни было наследие старца, в родной Сибири его принимают со всеми противоречиями. Улыбайся, все хорошо! Имя. Простой разносчик чая. Расскажи, как ты всех обманул? В сложной игре. Профессора, доктора, юристы никогда не выигрывали больше 16 тысяч рупий. А этот 10 миллионов. Что мог знать оборванец? За каждым его ответом горький жизненный опыт. Кто? Изобрел револьвер. Человек с кольдом сказал тебе «заскнись». Я просыпаюсь в надежде забыть ответ на этот вопрос. Боль любви. Я ни на секунду о тебе не забывал. И огонь борьбы. Восемь премий «Оскар». Драма «Миллионер» и «Струщоб». В воскресенье на общественном телевидении России. Мы продолжаем программу «Большая сторона. Территория тайн». Еще один нетипичный политик Михаил Калинин. Мягкий и рассудительный. Однако именно он становится председателем в ЦИК после смерти Свердлова в 1919 году. Стране нужен был нежесткий чекиста, вызывающий доверие глава. И на этом посту Калинин пробудет 27 лет. Дольше всех советских политиков. Как крестьянский мальчишка стал всесоюзным старостой? Какими были его университеты? Об этом расскажет Екатерина Якунова. Его именем называли школы, пионерские отряды, колхозы, улицы и даже целые города и регионы. Михаил Иванович Калинин четверть века занимал должность номинального главы Советского государства. Был председателем ЦИК, вторым человеком после вождя народов. Как и почему Калинин добился и так долго занимал такое высокое место. Чтобы понять, почему Михаил Калинин стал одним из самых известных революционеров 20-го столетия, большевиком-человеком, который верил в рабоче-крестьянское государство, не нужно рыться в интернете. Лучше всего приехать сюда, в Тверскую глубинку, на родину советского политика. Когда-то здесь, за домами, была переправа. Почти у нее стояла изба крестьян Калининых. Миша был старшим в бедной семье, где не было крепкого кормильца. Отец его, отставной солдат, после ранений много болел и не занимался крестьянским трудом, а ходил по деревням плотничать. Зарабатывал так мало, что двое из его детей, брат и сестра Михаила Калинина, попросту умерли с голоду. Девятилетнего Мишу родители решили отправить в люди. С отцом, с Иваном Калинычем, они приняли как раз-таки непростое решение пойти на поклон к местному, влиятельному, состоятельному человеку. А таким для нас являлся Дмитрий Петрович Мурдухай-Болтовской, инженер, генерал путей сообщения. И попросить взять на работу, на услужение. И им посчастливилось, его взяли мальчиком для домашних услуг. Попасть в услужение к барину было совсем непросто. Даже просто обратиться с такой просьбой к петербургским богачам, приехавшим на лето в имение, нужно было решиться. Но Калининым помог случай. За неделю до того, как Миша с отцом пошел в имение, он был в лесу напротив родовой избы, где встретил двух заблудившихся барчат. Через неделю они уже встретились. И именно в тот момент, когда с Иваном Калинычем, преодолев дырку зеленого цвета в заборе, они идут, а на встречу сама супруга Дмитрия Петровича, Мария Ивановна, то она в недоумении, когда Иван Калиныч стал говорить, что возьмите ребенка на работу. А мальчишки увидели, подбежали к ней, стали дергать за юбку, неистово кричать. Маменька, да этот мальчик, который нас из леса вывел. Так сын бедных крестьян оказался в великолепном, на его взгляд, доме имении дворян Мордуха и Балдовских. Глава семьи Дмитрий Петрович был образованным человеком, инженером сухопутного транспорта, директором в правлении обществ разных железных дорог. Сам усадебный дом не сохранился. Но на его фундаменте сегодня стоит один из корпусов исторического экокурорта Титькова. Парк, где мальчиком бегал Михаил Калинин, можно посетить и сейчас. В дворянской семье подрастало шестеро сыновей. И развлекать их входило в обязанности нового слуги. Двое были близки к нему по возрасту мальчишка, остальные были все младше. То есть ответственные. Отчасти важной обязанностью Миши было то, что он их игры делал ролевыми. То есть налаживал. Как? Кто за что ответственный? Куда кто бежит? Но помимо того, что в его обязанности входило играть с детьми, пойти принести там что-то, то есть пойди принеси, он имел такую возможность подсобирать ягодок и принести к столу барыня, то есть витамины, то есть еще приработок, заработок в семью. Жалование Михаила почти полностью уходит на поддержание жизни бедной семьи Калининых. На заработанные им деньги покупают корову. В голодные неурожайные годы хлеб. Мальчик, хорошо понимавший, что от его заработков зависит жизнь родной крестьянской семьи, трудится на совесть. Вот только его все больше увлекают книги. Он быстро учится грамоте, уборчат. У Михаила Ивановича на чердаке было тайное место, куда он приносил огарки от свечей. А ему разрешали пользоваться библиотекой. И он туда приходил, читал при свече, то есть при свечении вот этих вот огарков. Но они заканчивались иной раз. И он тогда читал у окна при свете луны. Но бывало, что и терял день и ночь. Настолько интересные были книги. И тогда повар прикрывал его. Миша так пришелся ко двору Мордухай-Балдовским, что глава семьи, приметив способности мальчика, решает дать ему образование. Он оплачивает будущему советскому политику начальный курс обучения. Сначала Михаил Калинин заканчивает земскую начальную школу в селе Яковлевском. А затем хозяева и вовсе забирают 13-летнего подростка в столицу. Обязанности Калинина были простые. Разбудить Борчуков, накормить, отправить по школам, погулять с собакой. Оставалось много времени для чтения. И Миша читает все подряд. В лавках попадают ему в руки неблагонадежные книги. И хотя отношения с Борчуками у Михаила были скорее дружеские, чем как у господ и слуги, своим положением юноша начинает тяготиться. В свободное время ищет другую работу. Но у него не получилось устроиться. Потому что нужно было дать взятку в 16 гусей. Где их взять? Гуси всегда в цене. И тогда уже, видя, что мальчику некомфортно, опять-таки супруга Дмитрия Петровича, Мария Ивановна, по знакомству устроила его на оружейный завод Старый Арсенал. 18-летний Михаил Калинин стал учеником токаря. А там, конечно же, уже мастер тайным революционером явился. В 19 лет, в 18 уже знакомится с Лениным. У него настолько была предрасположенность к организаторским способностям. Он понимал, что несправедливость, вот эти вот огромные часы на работе, постоянные штрафы, то есть брак ли, опоздал ли на работу. То есть человек все время находится на работу, а в семью нести нечего. То есть несправедливость была такая. И люди, конечно, к нему стремились. Он же был образованный, он умел сформулировать, донести до людей. Революционная деятельность токаря Калинина не остается незамеченной. Его вместе с другими участниками Союза борьбы за освобождение рабочего класса арестовали в июле 1899 года. После 10 месяцев тюрьмы Калинина ссылают в Тифлис. Идти по пути исправления молодой революционер и не думает. Наоборот, много общается с единомышленниками, знакомится с Иосифом Джугашвили. Существовало такое понятие, как колонии политических ссыльных. То есть это объединение создано для того, чтобы они друг другу помогали. Лишь в 1908 году была запрещена деятельность вот этих колоний. А так они, конечно, очень помогали жизни в ссылке. То есть при колониях был свой руководитель, своя касса взаимопомощи. Там организовывались образовательные курсы. Могли организовываться столовые, где-то в домах местных жителей, таких более-менее лояльных, ссыльным. Конечно, ссылка – это миронаказание, вырывающая революционно настроенную личность из привычного круга жизни, от семьи и друзей. Ссыльные, чтобы прожить, а кормовые от государства платили с задержками и нередко где-то теряли, вынуждены были в первую очередь работать. Революционной деятельностью продолжало заниматься только лишь ядро ссылки. То есть очень многое же было среди ссыльных и случайно попавших людей, которые, например, участвовали в каких-то... Ну вот случайно попали в массовую какую-то демонстрацию, протесты, тут же были забраны и отправлены в ссылку. Для многих это было просто выживание. Михаил Калинин работает по профессии – токарем. А еще пишет статьи, печатает листовки и становится постоянным агентом нелегальной революционной газеты «Искра», основанной в 1900 году Владимиром Лениным. Калинину всегда есть что скрывать от глаз филеров и жандармов. Вот это вот настоящая подпольная типография. С виду обыкновенный сундук для платья и белья. Но если произвести тщательный обыск, то здесь обнаружится второе дно. А тут и запрещенная газета «Искра», и несколько пудов шрифта, и пояс для переноски литер. Дореволюционная жизнь Михаила Калинина сейчас напоминает приключенческий роман. С 1900 года молодого революционера арестовывали 14 раз. Он отбывал ссылки в Тифлисе, Ревеле, Архангельском повенце. Несколько раз должен был быть отправлен в Восточную Сибирь. Сидел в тюрьмах. Довольно часто охранка разрешала Калинину отбывать наказание на родине. В отдаленной деревушке Верхние Троицы. Жандармы считают, что здесь, где нет заводов и фабрик, революционера легче будет контролировать. Сюда, в 1905 году, он приезжает с молодой женой. Посмотрите, с Михаилом Ивановичем, как они похожи на молодых Ленина и Крупскую. Так вот, он встретил самого настоящего единомышленника. То есть, они грамотно смотрели в одном направлении. Они свято верили в то, что они делают. На почве общих революционных взглядов, деятельностей родилась семья, в результате которой родилось трое своих, двое было приемных. И в годы Великой Отечественной Михаил Иванович брал двух мальчишек, не мог оформить документы, помог им устроиться в Суворовское училище. Никаких других жен у Михаила Ивановича не было. И никакого сына Валерьяна она до брака не прижила, что написано в интернете. В февральскую революцию 1917 года Калинин встречает в Петрограде. Он находится на нелегальном положении и проживает на Выборгской стороне. Конечно, Калинин не остается в стороне от политических событий. Активно готовит и участвует в Октябрьской революции. После этого становится, по сути, главой города Петрограда. Возглавляет комиссариат городских хозяйств. Через два года, в марте 1919-го, Калинина переводят в Москву. И он становится председателем ВЦИК. Не был в топе большевистских вождей. И, в общем-то, мог бы там никогда и не появиться. Но благодаря Ленину эта кандидатура была продавлена и была поддержана в качестве компромиссной кандидатуры между различными политическими группировками. Так Михаил Иванович переехал в город Москву и стал председателем всероссийского ЦИК. С этого времени на Западе Калинина называют рабоче-крестьянским президентом. Родную деревню Верхние Троицы при этом не забывает. В конце 20-х годов в доме матери делают ремонт. Калинин встречается с колхозниками. В 1930 году организуют школу по борьбе с безграмотностью «Народный дом». Через 10 лет, в 1940 году, односельчане открыли в доме Калининых мемориальный музей. Удивительно, но он работает и сейчас. Скромный домик и памятник Михаилу Ивановичу выстояли в годы перестройки. И сегодня сюда едут посетители. Заказывают экскурсии. Каждый год в Верхних Троицах отмечают и день рождения своего земляка. Не пришли и не приехали сюда случайные люди, а именно приехали друзья. А друзей встречают по древней традиции. Чем мы хорошие? Хлебом с солью. Друзья и постоянные посетители маленького музея – те, кто считают, что ушедшая эпоха была лучше теперешней. Среди них много историков. Есть даже дальние родственники Михаила Калинина. Мой дедушка, он родился в этой деревне. Жил до 14 лет. Потом в 16 лет стал председателем соседнего колхоза. Фамилия дедушки Калинин. И мы сюда, в общем, так и попали, потому что решили приехать и проведать, посмотреть малую родину, так сказать. Вот. Приехали, посмотрели, пришли в музей, нам понравилось. Наталья нам все показала, рассказала. И теперь мы почти каждый год сюда приезжаем, помогаем музею, чем можем. В этом году со дня рождения Михаила Калинина исполнилось 147 лет. И несмотря на то, что его имя постепенно исчезает с карты страны, интерес к личности рабоче-крестьянского президента СССР не угас. Многим импонирует то, как жил всесоюзный староста. Скромно, даже аскетично. Как верил в идеалы коммунизма, как умел выслушивать и понимать людей. А на сегодня все. Пишите нам, рассказывайте свои истории, делитесь мнением. Адрес нашей электронной почты bssobakaptr.ru Давайте разгадывать тайны вместе. Субтитры подогнал «Симон»